Сегодня мы говорим о детской безопасности. И здесь никуда без объединения Лиза Алерт. Анна Донклейт появилась в нашей студии, старший специалист школы Лиза Алерт. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня хотим поговорить с вами, как ищут пропавших детей, если уже ребенок пропал. Вот первое, с чего начинается работа отряда. Сначала к нам поступает заявка на горячую линию 8 800 754 52. И в работу включается первый, это детский прозвонщик. Это человек, который прозванивает только заявки на детей. Он может работать с родителями в состоянии стресса. Представить о том, что творится в душе человека, у которого пропал ребенок, довольно сложно. И поэтому он знает, как правильно задать вопросы, чтобы получить всю интересующую информацию. После этого инфорк региона, здесь в Красноярском крае у нас есть старший инфорк региона. Он находится в Норильске, но работает на весь Красноярский край. Он уже составляет заявку, делает ориентировку и назначается координатор поиска. Это человек, который будет решать, как, где, какими силами будет проводиться поиск пропавшего. И уже после этого координатор назначает старшего на месте, старшего поисковых групп. Дальше появляются пешие поисковики. В интернете начинается распространение ориентировки группой оперативного оповещения. Также у нас есть группа коротких прозвонов, которая прозванивает больницы, бюро несчастных случаев, выясняет вдруг ребенок все-таки где-то пропал, где-то вот там рядом, рядом есть. И уже после того, как все это произошло, начинается работа именно на земле. То есть мы приезжаем, ставим оперативный штаб и начинаем обход территории, где, возможно, пропал ребенок, информирование населения на этой территории, расклейка ориентировок, осмотр природных ловушек, осмотр чердаков, подвалов. Ну, в общем, это довольно серьезная работа. Отряду 12,5 лет и алгоритмы уже есть. В целом уже отработано. Смотрите, ключевое здесь же нет, как со взрослыми, такого, что надо через трое суток только где-то там сказать. А почему вы решили, что со взрослыми через трое суток? Это настолько распространенный миф. Дело в том, что если, вот, например, не дай бог, ваш коллега пропал, вы можете пойти в полицию и сказать, у меня коллега пропал. И прямо скажут, и возвращаетесь через три дня. Даже если вы позвоните на номер 112 и скажете, у меня коллега пропал, все равно заявление примут, потому что звонок на номер 112 приравнивается к заявлению о пропаже. И вы можете обратиться, и любой человек, не родственник, в любой момент, когда он вдруг понял, что человек пропал, он может это сделать. Никаких трое суток, конечно, нет ни для детей, ни для взрослых, ни для кого. А вы так описывали алгоритм. То есть один должен позвонить другому, другой должен назначить, а там еще третий должен согласовать. Выглядело, ну, как алгоритм, но вопрос, нет ли здесь такой потери времени, или как быстро это происходит? Это все делается одновременно. Пока готовится ориентировка, идет прозвон. Пока ориентировка распространяется в сети, оперативный штаб уже ставится, уже выезжают люди. Дело в том, что мы все добровольцы. И мы не сидим в одном месте и не ждем, когда поступит заявка. Но дело в том, что как только поступает заявка на ребенка, да и на взрослого тоже, отряд Лиза Алерт действует на максимально быстро, насколько это возможно, в условиях городского трафика, в условиях рабочего дня. То есть мы все собираемся. То есть это тоже не три, не четыре, не пять дней, это оперативные... У нас алгоритм реагирования на детскую заявку 15 минут. Вот это да. Поступила заявка, и мы в течение 15 минут должны отреагировать. Вот эта вся цепочка должна пройти за 15 минут? Нет, она должна начаться. Начаться. Да. Задействованы ли какие-то структуры официальные, помимо волонтеров? Безусловно. Отряд работает вполне себе официально. У нас есть соглашение с полицией, с МЧС. Если это детский поиск, подключается Следственный комитет. Если это поиск в природной среде, подключается Росгвардия. Ну, чаще в природе находят детей? Или в городе? Я понимаю, что мы в миллионнике, но чаще, может быть, звонят как раз из-за того, что мы городские где-то там. И в городе, и в природной среде это касается еще и времени года, потому что летом чаще выезжают на природу, зимой чаще ребенок может потеряться где-то в торговом центре. Тут главное, чтобы родители не боялись заявлять о том, что ребенок пропал. Потому что родитель думает, я сейчас скажу, что у меня ребенок пропал, а что подумают люди, бог с ним, но скажут ко мне, придут, начнут там у меня котлеты в холодильнике пересчитывать. Ничего подобного этого не будет. И отряд не зря беспокоит. Говорит, зачем вас беспокоить зря? Мы для этого и существуем. Если мы будем собираться, а ребенка уже нашли, мы только порадуемся этому, обнимемся и поедем домой. Зато чем быстрее мы начнем поиск ребенка, тем выше шанс его найти и найти его живым. Мне кажется, многие родители, я в частности признаюсь тоже, слушаю вас и думаю, ну, мне, наверное, не пригодится это. Можете рассказать какую-то статистику, сколько все-таки детей теряется, может быть, уже за этот год? С начала года в Красноярском крае выступило в отряд «Лиза Алерта» 37 заявок. Все дети были найдены живы. За почти вот 6 лет существования отряда в Красноярском крае, отряд существует вообще в России, в 64 регионах Российской Федерации, он существует 12,5 лет. И в Красноярском крае за все время у нас не найдено сейчас 2 ребенка. Это известный поиск Никиты Воронина в 2021 году. И в 2015 году пропала девочка, тоже она до сих пор не найдена. Ну, то есть это очень большой процент. Да. Практически все. Вы знаете, для родителя достаточно полпроцента, если это он. Да, да, да. А есть ли вот какая-то информационная поддержка, профилактическая, чтобы не допустить, или как сделать так, чтобы потерял, но потерял на секунду, на минуту, и потом сразу же нашел какие-то действия. Вы проводите ли вот такую просветительскую деятельность? Да, отряд помимо того, что ищет пропавших людей, он еще и проводит информирование о том, как себя вести в той или иной ситуации. У нас есть направление, которое называется «Школа Лиза-Алерт». И именно там, вот здесь у меня представлены материалы, которые мы выдаем. А что это такое? Диплом? Да, диплом. Это символический диплом, который мы выдаем детям после занятия, после профилактической беседы ребенок получает диплом именной «Школы Лиза-Алерт», для того, чтобы он для себя там уже понял, что он прошел какой-то курс, и для себя уже понял, что он что-то знает. Также у нас есть буклеты, в которых мы родителям передаем информацию, которую рассказали детям. Потому что мы сказали один раз, пришла вот незнакомая тетя, что-то там рассказала, но дома родитель обязан с ребенком обязательно повторить те простые, несложные правила, которые помогут ребенку понять, что делать в нестандартной ситуации. Первое, что научите вашего ребенка, вашему номеру телефона. А лучше двух, потому что вдруг вы разговариваете с подружкой, а ребенок дозвониться не может. Два номера телефона обязательно ребенок должен знать. И второе, если он потерялся, он должен остановиться, осмотреться и позвать родителя. Если это не помогло, тогда он может обратиться к условно-безопасным взрослым. Это полицейский, это продавец в том магазине, где он потерялся, например, а либо же это человек с ребенком. Потому что мужчина или женщина с ребенком знает, что делать с ребенком. И хотелось бы взрослым напомнить о том, что если вы нашли потерявшегося ребенка, не надо его брать за руку, ходить с ним по торговому центру, искать маму. Есть еще и сердобольные люди, которые домой своего этого ребенка приводят, поят его чаем, гладят ахты горемыка. Это делать не надо. Нужно остаться с ребенком на месте, помочь ему найти родителей там, где он потерялся. И, конечно, ребенку, если он еще не знает цифр, положите ему в кармашек номер телефона. И не подписывайте вещи ребенка. Потому что если посторонний человек обращается к ребенку по имени, уровень доверия резко повышается. Этого делать нельзя. Друзья, надеемся, что никогда эти советы вам не пригодятся, но все-таки те дети, которые уже потерялись, доказывают, что может кому-то и пригодиться. Мы благодарим от всей души Лиза Алерт за их многолетние труды и за то, что они находят практически всех. Ну и еще раз, будьте внимательнее с ребятишками.